Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с тоговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Надеемся, этой информацией вы пользуетесь. Если есть какие-то пожелания, обязательно оставляйте ваш фидбэк, обратную связь в поле с комментариями. Ну что ж, друзья, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вчерашняя торговая сессия, я бы не назвал ее интересной, потому что, по сути, внутри дня не было никаких значимых публикаций. И скажу сразу, что до конца этой недели вот такая вялая консолидация, скорее всего, сохранится, но это прям как минимум, потому что рынку нужны дополнительные мощные фундаментальные триггеры, а следующим фундаментальным триггером будет заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится на следующей неделе. Поэтому текущий пятидневный период для рынка – это возможность уйти в консолидацию для тех, кто ранее прогадал с правильным определением тренда. Это возможность для коррекционного отката. Но я надеюсь, что среди вас, друзья, не было тех, кто сомневался в росте курса американского доллара. Кстати говоря, индекс доллара уже снова в районе 112 пунктов и дальше будет только лишь расти. Не позволяйте рынку сейчас повести вас по неправильному пути. Не нужно полагать, что рост этого инструмента завершился. Нет, друзья, фонд совершенно не изменился, он остается только лишь поддерживающим для курса американского доллара. Ну ладно, давайте обо всем по порядку. Сегодня на повестке экономического календаря несколько данных по инфляции, которые будут иметь большое значение в определение состояния экономики, но точно не станут источником серьезной волатильности на рынке. В 6.00 по GMT выйдут данные по инфляции в Англии. Далее в 9.00 по GMT – это отчет по инфляции в еврозоне. Из замыкания торговой сессии будут данные по запасам нефти от администрации энергетической информации в 14.30 по GMT. Это статистика, которая повлияет уже непосредственно на рынок нефти. Что касается ожиданий данных по инфляции в Англии. 10% – это прогноз. Честно говоря, 10% – это значение, которое сейчас характерно для стран Европейского Союза, для валютного блока, а в целом для английской экономики. Но мне кажется, что на самом деле инфляция уже существенно выше. И в целом более высокие значения индексы потребительских цен, они как раз отражают то давление, с которым в ближайшее время могут столкнуться потребители. Потому что при такой инфляции, скорее всего, будут снижаться показатели роничных продаж. Мы, кстати, видели нечто подобное в американской экономике, когда анализировали пятничный релиз по роничным продажам. Я вам об этом рассказывал вчера. Поэтому высокая инфляция – это риск, это серьезная угроза для экономики. И для нас это еще одна причина, чтобы обрисовывать перспективы евро и британца как активов, которые сохраняют потенциал для снижения. Потому что фундаментальный фон, непосредственно макроэкономическая статистика – это прям тотальная слабость, которая будет оказывать давляющий эффект на эти активы. Фонд действительно сейчас, возможно, один из самых интересных инструментов всего рынка Форекс, потому что фонд отвечает за регион, в котором очень много новостей, связанных с политикой в последнее время. Я имею в виду кадровые перестановки прямо в верхнем эшелоне власти. В пятницу в отставку шел квазиквартант. Опять же, эта отставка стала следствием неимоверной, просто сверхмасштабной критики в адрес его планов по бюджетному стимулированию, поддержке экономики. Кстати, эти планы вергли, опять же, британскую экономику буквально за считанные недели в состояние какого-то невероятного хаоса и коллапса. Вы помните, рынок отреагировал на эти инициативы, опала британской валюты до исторических минимумов. Если бы не вмешался Банк Англии, который проводил интервенции и вбухал в экономику через покупки облигаций от 60 до 80 миллиардов фунтов, то, может быть, мы уже давно бы еще недели-две. Зато увидели бы значение паритета пары фунт-доллара и сейчас по уровню были бы даже пониже. Но Банк Англии спас ситуацию. Большое, конечно же, спасибо, потому что с тех пор ситуация явно улучшилась. На место квазиквартан пришел Джереми Хант, который ранее возглавлял Министерство иностранных дел, был министром здравоохранения на долгом пути своей карьеры. И первое, что он сделал, это откатил все реформы, которые были предложены квазиквартаном и решил не усугублять экономическую ситуацию решением по снижению налогов, которое стоило бы британской экономике, обходилось бы британской экономике в 50 миллиардов фунтов ежегодно. Также пересмотрел объем программы фискальной поддержки для населения через дотации и субсидии, которые необходимы сейчас в условиях роста цен на энергоносители и повышения тарифов. Объем этой фискальной помощи ранее был заявлен в районе 100 миллиардов фунтов, сейчас обсуждаются уже возможности его срезания вдвое. Такого рода решения успокоили рынок, потому что стали подтверждением того, что политика теперь будет традиционной, консервативной, классической, не приведет к росту уровня государственного долга и не увеличит бюджет. Рынок успокоился. Но рано еще говорить год, друзья, пока не перепрыгнули, потому что главный риск это потенциальная отставка лист раз. Он еще, он сохраняет свою актуальность, он может быть реализован в самое ближайшее время. Под самым ближайшим временем я подразумеваю даже в ближайшие дни. Поэтому фунт, если вам интересно рисковать, если вы готовы работать с такой волатильностью, как сейчас, я бы все-таки ставил на то, что британская валюта придет к снижению. Если дело дойдет до отставки, да вот ему недоверие, а потом отставки лист раз, то мы быстро увидим уровень 1.10 и потенциально ниже. Лично я фунт пока лезть не буду, потому что немного боязно из-за волатильности. Тем более, что есть идеи, которым я доверяю больше. Это продажи европейской валюты, шорт по евро-доллару, сейчас котировки 0.9840. Оптимизм по евро сейчас связан с снижением цен на газ. Все прям выдохнули, решили, что при снижении стоимости газа Европа легко сможет пережить предстоящий зимний период. Но на самом деле запасы не так уж и велики. И мне, конечно же, не совсем понятен оптимизм, связанный с тем, что если газа не хватит, можно будет легко перевести промышленность на потребление нефти. Но здесь сразу стоит отметить, что если увеличится потребление нефти, вырастет спрос и цены на нефть пойдут просто вверх. А в условиях ограниченного предложения это еще больше усилит инфляцию в той самой еврозоне, где она и так составляет 10%. Статистика вчера. Индексы бизнес-оптимизма и оценки экономических условий. Цифры плохие. В принципе, как и ожидалось, по экономическим условиям оптимизма, исторические минимумы, не забывайте про это. Это еще доказательство того, что по одним оценкам экономика ЕС уже в рецессии, по другим окажется там к концу этого года. Доллар иена, 149.20. По-прежнему ждем интервенции. Волатильность сейчас несколько снизилась и, может быть, это затишье перед бурей. Тоже очень рискованная сделка для тех, кто знает, что такое риск. Интервенция, если она будет проведена, так же, как это было месяц назад, может привести к снижению пары доллар-иена больше, чем на полтысячи пунктов. Это движение хочется поймать. Американский фондовый рынок. 3759 пунктов по S&P. Я ставлю на то, что при высоких процентных ставках в США и при скором повышении ставки, соответственно, на доябрьском заседании Федеризерва снова на минимум 75 байсных пунктов фонда перейдет к снижению. Поэтому сейчас спокойно вношусь к коррекционному откату, понимая, что фондовый рынок такой же аутсайлер, каким он был неделю назад. Индекс доллара 112 пунктов. Рост почти неизбежен. Друзья, это и перспектива ужесточения американской монетарной политики, сохраняющиеся глобальные риски, угроза мировой рецессии, геополитические риски, ковид в Китае. Это фонд, который может в любой момент испортить рыночное настроение и стать причиной обвала рисковых инструментов и снова повышенного спроса на доллар. То, что сейчас доллар вяло ходит, это, опять же, коррекция, это пауза перед дальнейшим восходящим движением, потому что не может быть активного роста без фундаментального топлива. Как я уже отметил, следующее важное событие – это ноябрьское заседание, которое состоится 3 ноября. Вот тогда, друзья, мы увидим доллар во всей красе. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok